Я считаю, что в каждом доме должна быть картина, а в России сейчас это не так развито, как, например, в Европе или в Америке. Не подражать невозможно. Все-таки откуда-то такой микс можно брать, правильно же? Я люблю, когда картина находит свой дом. То есть мне важно, чтобы человек ее увидел, заметил. Когда ты пишешь картину для себя лично, для очень близких людей и на продажу малоизвестному человеку. Любовь одинаковая? Всем привет! Это Алферов. В эфире программа «Совет». Гость программы Анна Горбенко. Художник, деятель искусства. Анна, здрасте. Добрый день, Андрей. Приятно быть у вас в гостях. Спасибо большое, что приняла приглашение прийти на программу, потому что ты действительно очень такой разносторонний человек. Мы сегодня поговорим об искусстве, но сначала бы хотел зачитать твой манифест. Ну, ты его так не называешь, но мне показалось, что все-таки он имеет место быть. 13 марта этого года. Друзья, в любые времена искусство поддерживает человека. Живопись дает баланс и чувство гармонии. Одни картины дарят положительные эмоции, другие успокаивают, третьи дают заряд энергии и любви. Посмотрите на картину у себя дома и поймете, о чем я. Если у вас ее еще нет, пишите мне. Картина еще отлично, подарок на любые события. Да, так и есть. Так и есть. Все, что сказано, я полностью поддерживаю. Подтверждаешь свои слова? Да. Потому что я считаю, что в каждом доме должна быть картина. Так. А в России сейчас это не так развито, как, например, в Европе или в Америке. То есть, если зайти куда-то в дом во Франции, у каждого есть картина авторская, какого-то художника. И мне бы хотелось, чтобы в нашей стране тоже люди больше приобщались к искусству, больше ценили современную живопись, творческих людей. Поэтому я вот на этом поприще тружусь. Анна, получается, ты говоришь о том, что дом обязательно должен быть наполнен именно картинами. Теми, которые украшают интерьер, дачи, просто дома, квартиры, да, и даже съемные квартиры, получается. Тебе обращаются, ты пишешь картину на заказ. Мы, давайте, уважаемые зрители, подсветим сайт нашей уважаемой гости. Там вы можете найти интересные и картины, и истории, и то, что ты можешь предложить. Скажи, пожалуйста, а вот когда ты росла в твоем доме, в твоей квартире, в твоей семье, картины были? Да, когда я росла, я была окружена различными картинами, поскольку мои родители дружили с художниками, которые закончили художественное училище. У нас висят до сих пор потрясающие пейзажи одного художника-самоучки, которого в свое время выгнали из училища, потому что говорили, что он рисует не по канонам. Но эти картины потрясающей красоты, и вот очень вдохновили меня тоже на творчество. Во мне гармонично сочетается художник, банкир и модель. Так ты говоришь о себе. Уважаемый зритель, я-то представил нашу гостью как деятели искусства. Мы вернемся к тому, кем ты была, но когда я спросил тебя про детство, и ты говоришь, что меня окружали картины. «Осенний пейзаж», ты из города Тольятти. «Осенний пейзаж» или «Тольятинский лес» я написала ровно шесть лет назад. Первая картина «Масло». До нее я рисовала только в детстве, гуашью, акварелью, для детей. Богатство и фактура масляных красок меня поразили. Я поняла, что хочу продолжать. И именно с этой картины началось мое сознание увлечения живописью. Точно. И сегодня картину эту я принесла в студию. Сейчас я хочу ее показать. Давайте, уважаемые зрители, посмотрим эту интересную картину. Да, эта картина называется «Золотая осень». Это моя первая картина, которую я написала в 2015 году. Могу предысторию чуть больше рассказать. Конечно, да-да-да. Это «Масло» и «Мастихин». «Мастихин» — это такая небольшая лопаточка шпателя, которая создает фактурный рисунок. Объемно такой получается. Объемно дает, да. И такая яркая картина напоминает мне о моем родном городе Тольятти. Тольятти — это Самарская область, там потрясающая природа, леса, горы, Волга. Поэтому любуюсь на эту картину и вспоминаю, как начался мой творческий путь в живописи. Ну, наверное, у вас вспоминания о детстве еще здесь есть? Я и сейчас посещаю этот лес. Я часто бываю в Тольятти, конечно, да. И детство, все присутствие здесь. Очень красивая картина. Но она является твоим символом. Она у тебя не продается. Это как вот такая, я не знаю, удача, успех, туда-друга. На самом деле, я продаю почти все свои картины. А вот так даже, да? Да, но я люблю, когда картина находит свой дом. То есть мне важно, чтобы человек ее увидел, заметил, чтобы она ему понравилась. И когда мои картины разлетаются по миру, у меня картины в разных странах. Да, это правда. На разных континентах. Для меня это огромное удовольствие. Это как такое расширение моих границ. И твои энергии, частички твоей энергии в тех местах. Да, поэтому такое, как расширение меня. Тебя как личности. Анна, ну ты сказала, что когда ты росла, твои родители дружили с художниками. И был самоучка, получается, который написал картину. Так а ты, получается, все-таки ты самоучка или все-таки вот как? У меня нет художественного образования. На самом деле, мой путь в живопись был достаточно интересный. Я рисовала в детстве активно, постоянно у меня были рисунки. Но я ходила в музыкальную школу. А, вот оно что. Я училась игре на фортепиано и на гитаре, поскольку у меня мама концертмейстер и музыкант. Поэтому думали, что я тоже возможно по этой стезе пойду. Ну да, конечно. Но для меня живопись была ближе, поэтому я рисовала, но в художественную школу не ходила. И потом я уже поступила в институт, я закончила Академию банковского дела, Академию управления и, в общем-то, 10 лет посвятила банковскому бизнесу. 10 лет, да. Да, можно сказать, что я уже эксперт банковского дела, потому что, как говорят, чтобы стать профессионалом в какой-то области, надо потратить 10 тысяч часов. Да, да, это правда. Я вчера перед интервью решила посчитать, я же финансист и экономист, сколько же я часов потратила на работу. И получилось 19 тысяч часов. Так что я вообще двойной экспертом. Ничего себе, так. Да, но в живописи я тоже, вот как я пришла к живописи, расскажу сейчас про это. Я когда училась на специалиста фондового рынка, у нас там был предмет теории вероятности. Я сидела на первой парте, хотела вкусить эти знания про теорию вероятности, и так все безоблачно начиналось, но потом вдруг я понимаю, что я ничего не понимаю в этой теории вероятности. И у меня появилось такое острое чувство, я думаю, а что, собственно, я здесь делаю? Я хочу заниматься искусством, я хочу писать картины, мне хочется заниматься живописью. Мне хотелось встать и уйти из этой аудитории. Ну, конечно же, я осталась, я получила образование в сфере инвестиций, работала с клиентами, занималась формированием инвестиционных портфелей для клиентов. Но у меня родилась идея пойти на мастер-класс «Картины за три часа». И я начала свой творческий путь с таких мастер-классов. Собственно, там я написала свою первую картину «Осень». Я посетила где-то три, наверное, таких мастер-класса и поняла, что мне этого мало. Я влюбилась в масло, в эту консистенцию, в запах. Да, я первый раз попробовала масло и решила попробовать дома купить краски, холст, думаю, попробую дома. И на самом деле, так меня этот процесс захватил, что потом я написала больше 15 уже картин в течение двух-трех месяцев. Дома уже? Дома, да. То есть я брала какое-то изображение, которое мне нравится, и дома рисовала. И вот так начался мой творческий путь, когда картин стало уже больше 15. Я поняла, их надо куда-то показывать, надо показать мое творчество. И я начала искать варианты, то есть где можно их показать, где выставить. И первая моя выставка прошла в бизнес-центре «Романов двор». Там есть галерея, замечательная, ИЗО. Я с ними списалась, и они мне предложили выставить пару картин. Прямо так сразу? Да, то есть они выставляют художников молодых периодически. Начинающих. Отбирают картины, да. Подожди, но они отбирают же картины. То есть они попросили тебя выслать фотографии, наверное. Конечно. Я выслала то, что я написала, и они выбрали 2-3 картины. А вот так даже, да? Да. Анна, получается вот так. Сегодня, вот ты изначально правильно сказала, я хочу, чтобы в каждом доме стали появляться картины, чтобы мода на искусство, вообще это культура, да, получается, да. Но без профессионального образования. Сегодня очень много продаются картин по точкам, пишут, их выставляют, показывают, да, так начинающим. Очень много моментов, как арт-вечеринок, где пьют кофе, чай, даже винцо, и пишут картины в обществе. Некое такое лучшее лекарство от депрессии – это живопись. Еще говорил Уинстон Черчилль, я думаю, ты это знаешь. Может быть, ты сейчас можешь порекомендовать начинающим художникам, хотя громко звучит, начинающим любителям живописи, я бы так сказал, попадать вот на такие площадки. Как? Да, безусловно. Они же тесняются. Я считаю, что для того, чтобы начать, надо начать с первого шага. Что такое первый шаг? Это начать. Даже когда я начинаю новую картину, я настраиваюсь. То есть мне надо найти вдохновение, время выделить на это. Да. И когда я это нахожу, я уже беру холст, сажусь рисовать. То есть это первое, что нужно сделать – пойти куда-то, сделать какой-то первый шаг. Купить холст для начала с красками, наверное. Купить холст. Так. И потом уже в процессе рисования нужно рисовать то, что нравится, от простого к сложному. Пойти, например, на мастер-класс. Или сейчас очень много видеоматериалов в интернете. Да, да, видеокурсов всяких. Любой открываешь видеоурок и рисуешь сазов от простого к сложному. То есть для начинающих ребят или вообще людей взрослых, я считаю, что нет предела возраста какого, когда можно начать. Вот это первые шаги. То есть начать, потом рисовать от простого к сложному и пробовать разные материалы. Это очень важно. То есть пробовать масло, пробовать акварель, пастель и смотреть, что больше нравится. Я знаю, что сегодня ты на программу принесла картину. Написано, извините, это можно на программе говорить, алкогольными и спиртовыми красками. Правильно говорю? Да. Мы можем их посмотреть? Конечно, я с собой принесла. Сейчас вам продемонстрирую. Эта картина выполнена спиртовыми и алкогольными чернилами. А чернилами все-таки правильно говорить? Да, чернилами. Это притяжение. Картина называется «Притяжение», так, мужчина-женщина. О мужчине и женщине, что-то космическое, говорит о их связи. И я очень люблю, на самом деле, эту технику. Эта техника относится к технике «Флюид Арт». «Флюид Арт» — это жидкое искусство. То есть выливается чернила на холст и сушится феном. То есть это быстрая техника. А цвет-цвет-то какой? Там не так, не быстро цвета получается? Цвета я смешиваю, подбираю цвета. В разных пузырьках все это смешивается, выливается, быстро-быстро сушится. То есть это такая экспресс-техника. Но это, на самом деле, еще и символизм, и романтизм присутствуют в этой картине. То есть это не чистая абстракция. А я также создаю чернилами еще абстрактные рисунки. Этот процесс похож на медитацию. То есть я погружаюсь в этот процесс и отключаюсь на пару часов и начинаю творить. Уникальный, получается, рисунок неповторимый. Поэтому у меня две любви. Это масляная живопись и спиртовые алкогольные чернила. Пить, конечно, их нельзя. Ну, такой состав, да, он так называется? Анна, ну, помимо того, что ты и в банковской сфере, и такой эксперт 19 тысяч часов посвятила любимому делу. И сейчас развиваешься очень много, тоже много часов уже посвящаешь этому. Поэтому я бы хотел сказать, что, наверное, все-таки у тебя есть и философские такие определенные принципы. Если изучать твой профиль, твои социальные сети, то ты очень много пишешь. Ты обращаешься к тем, кто на тебя подписан, с кем тебе интересно. Ну, допустим, ты говоришь, да, художник не всегда свободен. Он несет прямую и полную ответственность за свои творения. Ты говоришь с ними. Как любой человек несет ответственность за все, что натворил или не натворил в своей жизни. Но творчество — это поиск красоты. Это непростая, но радостная работа, направленная на самосовершенствование человека. Следовательно, ты самосовершенствуешься, когда ты это пишешь? Безусловно, потому что, когда человек творит, он что-то создает. То есть самое главное — начать что-то создавать в любом процессе. Это может быть живопись, это может быть театр, это может быть бизнес. То есть когда человек чем-то занят, это тоже элемент творчества. Созидательный процесс. Да, идет. Найди три ложных факта обо мне. Попробуем. Закончил Академию управления. Ты это уже подтвердила, значит, так и есть. Пишу картины с 15-го года, мы видели «Толятинский лес». Тренер альфа-гравити. Я не знаю, что это. Наверное, ложный факт. Альфа-гравити — это правда. А, это правда? Это правда, да. Потому что это вид физической активности, когда ты занимаешься спортом в воздухе, на специальном оборудовании, канаты и горнолыжные крепления. Гравитация в воздухе. Гравитация в воздухе, ничего себе. Это немножко похоже на йогу в гамаке, но другое. Ну, тогда точно ложный факт, что я обожаю поесть на ночь. Люблю. Так, хорошо. Катаясь на сноуборде. Ни разу не видел. Сноуборд у меня в планах. А, в планах, да. Получила права 18 лет. Правда, но правда предпочитаю, когда меня возят. Знаю, как доехать на Сапсане без оплаты. Знаю. И как? Была шикарная история. Я проспорла Сапсан однажды в моей жизни. И у меня закончились деньги. Была только кредитка. Я не успевала уже купить билет, потому что там была километровая очередь. И я решила договориться с начальником поезда. То есть я подошла, сказала, извините, такая ситуация, что я опаздываю. Мне очень надо в Москву. И человек, видимо, питерский, проникся и разрешил мне доехать на Сапсане. Я прошла в вагон ресторана и благополучно доехала. Ну, дай бог, чтобы всем так везло. Прыгнула с парашютом в этом году. Я думаю, это неправда. Правильно, это неправда. Это неправда. Учила английский язык в Англии. Ты носитель английского языка? Я не носитель, но я до сих пор занимаюсь английским практически каждый день. Я очень люблю изучать именно английский. Я смотрю сериалы на английском. И читаешь, наверное, да? И читаю на английском. Английский сейчас нужен. Правда, говорят, что китайский надо учить. Но я все-таки приверженец английского. Конечно, конечно, да. Хорошо готовлю. Я думаю, что да. Готовлю. Когда вдохновение есть, настроение. Опять же, когда вдохновение. Люблю ходить в походы. Не видел этого. Правда, я любитель комфорта. Походы нет. Выставляла свою работу в новой третяковке. Это правда. Да. Это правда. Не умею кататься на коньках. Тоже не видел. Не каталась пару раз, но заканчивалось это падением. Поэтому я решила, что это тоже не для меня. Я за солнце и за пляжный отдых. Анна, ты сказала, что ты смотришь фильмы, сериалы на английском языке. Хорошо. Можешь мне назвать, ну, для наших уважаемых телезрителей, пять самых интересных фильмов или сериалов про художников? Порекомендуй. Да. Давай. Как раз-таки я подумала, какие фильмы я бы могла порекомендовать своим подписчикам. Мне очень запомнился фильм «Грех» Андрея Кончаловского. Это номер один. Он рассказывает про творческий путь и испытания Микеланджело, когда он, в общем-то, творил свои гениальные произведения. Это первое. Второе – «Картина без авторства». Тоже очень интересный фильм про молодого мальчика, который жил в нацистские годы, стал потом гениальным художником немецким в стиле абстракционизм. И фильм рассказывает, как вот эта ситуация с нацизмом повлияла вообще на его жизнь и на его путь. Закрученный сюжет. Интересно. Так, 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 так. Также «Девушка с жемчужной сережкой» про известную картину Яна Вермеера тоже советую посмотреть. Интересно. Также есть фильм «Модельяне». Потрясающий фильм о тяжелой судьбе этого художника. Трогает за душу, стоит посмотреть. Ну и также есть фильм про Леонардо да Винчи. Молодого Леонардо да Винчи, да? Да, тоже показывали в кинотеатре пару лет назад. И замечательный фильм есть про Пабло Пикассо. Сериал тоже, да? Телеклама культуры. Я смотрел художественный фильм. Может быть, есть еще и сериал. Шикарно. Нет, есть сериал. Ну что ж, хорошо. Марк Шагал. Русский, французский художник еврейского происхождения. Относишься положительно к его, так сказать, искусству? Да. Хорошо. И вот цитата. «Искусство должно быть выражением любви или оно ничто». Как ты прокомментируешь? Любовь – самое главное чувство на планете. Поэтому, безусловно, каждый автор вкладывает в свою картину частичку души. И если это положительные вибрации, любовь, то картина обречена на успех. Анна, скажи, есть разница, когда ты пишешь картину для себя лично, для очень близких людей и на продажу малоизвестному человеку? Любовь одинаковая? Разницы никакой нет. Никакой, да? Потому что у меня каждая картина, я люблю все свои картины. И я, во-первых, не знаю, когда пишу, бывает, мне какая-то фантазия придет. Я еще не знаю, для себя я ее пишу или кто-то приобретет. Поэтому я всегда с вдохновением подхожу к этому процессу. То есть вот так, объективно? Да. Еще хотел бы вернуться к Марку Шагалу. Уж более понравилась его еще одна цитата. Я протестую против терминов фантазия и символизм. Наш внутренний мир реален, быть может, даже более реален, чем мир, окружающий нас. Согласно с этим убеждением, у меня тоже есть серия картин созерцания. Это серия картин о девушке, которая созерцает мир. Созерцание — это чувственное восприятие. И я рисую девушку в разных локациях. Например, девушка, которая смотрит на океан, которая смотрит на горы, которая смотрит на Нью-Йорк, а сама она вышла из древних времен. И получается такой микс, с чем она пришла в огромный город. То есть у меня такая серия. Одна из этих картин находится в частной коллекции в Германии. Она была на выставке в усадьбе Струйских. И приезжал тогда немецкий композитор, который увидел мою картину, вдохновился и сказал, что я без нее не уеду. После выставки он ее приобрел. Ничего себе. Даже так? Да. Так что я очень рада, что мое творчество замечает. Я думаю, и после программы еще больше будет замечать. Анна, скажи, пожалуйста, по твоему мнению, какими качествами должен обладать художник? Художник — это тот человек, которому есть что сказать. Миру? Да. Так. Поэтому в первую очередь у него должно быть свое видение. Так. Не подражать, не подражать. Не подражать, да. То есть в идеале, конечно, чтобы он приносил свое видение мира для своего зрителя. Надо верить в себя, потому что живопись субъективна, и кому-то что-то нравится, кому-то нет. Надо просто делать то, что ты любишь. Хорошо. Когда ты начала рассказывать о своем творческом пути, ты посещала мастер-классы «Три часа», ну, которые, да, и так далее. Скажи, пожалуйста, а сегодня ты повышаешь свою квалификацию? У тебя есть дефициты, которые ты хочешь закрыть? Конечно, я до сих пор учусь, изучаю различные техники живописи, всегда появляется что-то новое. Но мой путь такой, учитывая, что я уже участвую в выставках, как-то я посещала курсы, где мы рисовали горшочек и яблочек в течение двух занятий по «Три часа», я поняла, что, наверное, это немножко не для меня, потому что я уже пишу какие-то сюжеты. Серьезные, взрослые такие, да? Да, мой путь, скорее, это перенимать опыт у художников, которые мне нравятся. Так. То есть учиться у них, перенимать какие-то техники, поэтому я продолжаю этот путь. Ну, то есть не подражать невозможно. Все-таки откуда-то такой микс можно брать, правильно же? В процессе обучения, конечно. В процессе обучения ты можешь что-то свое придумать. 8 декабря – Международный день художника. Ты его как-то отмечаешь? Я всегда вспоминаю о нем в этот день. Тебя поздравляют или ты кого-нибудь… Поздравляют, и я поздравляю, конечно. Замечательный праздник, поэтому да. Уважаемые зрители, хотелось бы сказать, что День художника – это праздник не только самих профессионалов данного искусства, но и любителей живописи, тех, которые сегодня начинают писать картины. Он отмечается 8 декабря и был учрежден не так давно. В 2007 году Международная ассоциация искусства народов мира. То есть он довольно молодой праздник. Год назад, весной 2021 года, Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих современных художников России до 45 лет. Данные основаны на результатах продаж знаменитых международных аукционов «Бонхэмс» и «Сотбис». Читала ли ты, следишь ли ты за какими-то издательствами? Тебе интересно? Там очень много советских наших. Я слежу, но про это я не слышала. Наверное, есть желание поднять и посмотреть. Я не стал сегодня перечислять, но это молодые ребята, довольно молодые, в большей степени проживающих в Москве. И они сегодня очень-очень такие дорогие и успешные. Я знаю, что сегодня ты принесла на нашу программу картина нашей столицы. Да. Можно посмотреть. Еще одно мое направление, в котором я люблю рисовать, это городской пейзаж. Так. Это наша любимая столица. Я очень люблю Москву. Вид на храм Христа Спасителя. Это тоже масло. А, это тоже масло. Это тоже масло. Ой, а мне показалось, это акрил. Нет, это масляная живопись. Тоже одна из ранних работ. Я люблю путешествовать, поэтому города различные. Обожаю записать. Вот такая картина. Анна, смотри, вот у тебя очень красивые, получается, рамки. То есть, еще более так нарядно выглядит твоя картина. Это вот как бы под заказ? Или ты всегда считаешь, что написала картина, значит, надо ее обязательно в рамку? Не всегда. У меня есть ряд больших полотен, которые на подрамнике. То есть, они даже стильно смотрятся без рамы. Ну, небольшие форматы я сразу обрамляю, потому как я считаю, что рама очень важна. Да, это даже 30% от визуального эффекта от картины. Правильно подобранная рама. Да, конечно. Это залог успеха. А кто подбирает? Все-таки в багетную мастерскую ты приезжаешь? Я приезжаю в багетную мастерскую, прикладываю и смотрю, какая она. Сама, да, все-таки, да? Естественно, продавцы предлагают варианты и уже в процессе выбираем. В 16 лет меня пригласили в модельное агентство. Мы возвращаемся еще ранее. С тех пор мне нравится фотографироваться и создавать разные образы. То есть, опять творческое направление. Скажи, пожалуйста, про этот период времени немного. Пригласили? Да, я шла по улице, ко мне подошел скаут. В Тольятти? В Тольятти. Это было в Тольятти. Меня пригласили в модельное агентство. Очень активно эта деятельность закрутилась. Я участвовала в конкурсах красоты. Это был еще последний год школы. Предлагали в Москву ехать в модельное агентство. То есть, много было, большой спрос, в общем-то, на мою внешность тогда. Но я выбрала учебу. Поэтому я пошла в Академию бизнеса. И дальше это переросло в хобби, как фотосессии. Я люблю процесс фотографирования. Это для меня тоже элемент творчества. Опять небольшие факты тебе. Написала более 60 картин. Уже более 70. Уже более 70 картин. Да, получается. 10 лет я отработала в банковской сфере. Мы это уже прекрасно знаем. Люблю рисовать пастелью и акварелью. Это как раз-таки ложный факт. Вот это ложный, да? Потому что пастели я не видел. У меня есть только одна картина пастели. К сожалению, она пропала без вести. Такая история была. А что-то как-то случилось. Да, она была на выставке в галерее Дрезден, вот здесь в Москве. И я долго ее не могла забрать. Прошел год. А потом, когда я позвонила организатору, мне сказали, а здание снесли. Ничего себе. В чьи руки она попала, это для меня... Янтарная комната потеряна, как пастельная картина. Закончила Академию управления. Мы знаем, и картины есть на другом континенте или на других континентах. Да, сейчас мои картины уже на трех континентах. Какие? Они есть в Европе. Так. В Америке, в Нью-Йорке висит одна из этих картины. И в Австралии. В Австралии даже? А как оказалось в Австралии, что за картина? Учитывая, что у меня 10 тысяч подписчиков, люди иногда видят мое творчество и пишут. Обратился человек, и я на заказ написала картину для него. Сёрфер, да, отправила. А, сёрфер, ну там же такие, конечно. Да, сёрферы любят живопись, кстати, у них это тоже очень развитие. Серьёзно, да, вот такое? Да, то есть теперь моя цель – это Африка и Южная Америка. И тогда, можно сказать, моя картина будет на всех континентах. От 6 мая 2021 года твой пост. Каждый день – это жизнь в миниатюре. Как вы проводите свои часы, так же вы проводите и годы. Что говорите, о чём думаете, что обедаете, что предпринимаете, всё это определяет вашу судьбу, рассуждаешь ты. Самое, казалось бы, мелкое решение со временем будет иметь огромные для вас последствия. В жизни не бывает незначительных дней. Это твои мысли, откуда ты их взяла? Уже больно мудро рассказывала. Это мысли, если я не ошибаюсь, Робина Шарма. Я люблю его книги. Да, мне очень нравятся его мотивационные речи, которые он произносит. Я полностью разделяю эту концепцию. Я считаю, что то, как мы живём сегодня, от этого зависит наша жизнь. Незначительных дней не бывает. Не бывает. Конечно, мы все люди, хочется иногда отдохнуть. Но это тоже приятный процесс. А что день прожил, да и слава богу, знаешь, такая фраза частая? Или у вас сегодня был плохой день, а вчера был такой. Ну, люди же всё равно, знаешь, выстраивают некий рейтинг прожитой недели. У тебя такое есть? Я вообще люблю планировать. Да что? Да, я планирую сегодняшний день, завтрашнюю неделю, год. Поэтому мне не бывает скучно. Не бывает скучно? Вообще никогда не бывает скучно. Я всегда знаю, чем заняться. Счастливый человек. У меня столько занятий, мне не хватает часов в сутках. Хорошо. Как ты видишь свой идеальный день? Ну, идеальный день. Это, я думаю, надо оставить на следующее интервью. Это будет ещё одна тема. Хорошо. От 15 февраля уже этого года твой пост. Энергия творения. Мы переходим в эру лёгкости. Вот этот пост мне очень понравился. Тенденция нового мира – это лёгкость. Новое молодое поколение менее привязано к материальным вещам, квартирам, машинам, больше ценит свободу и своё самовыражение. Ты правда так считаешь? Я так считаю, да. Потому что понятно, что в мире происходят разные моменты, но всё упрощается как-то. Упрощается? Не усложняется разом? С одной стороны усложняется, но с другой стороны процессы упрощаются во всём. То есть мы делаем больше дел в день. Всё как-то с круплёзностью ходит. И поэтому чем легче ты относишься к тому, что происходит, тем проще ты встраиваешься в эту реальность. Так. Ты встроилась в эру лёгкости? Прямо такое выражение интересное. Я стараюсь. Стараешься ещё. Скажи, пожалуйста, сколько времени у тебя уходит на написание картины? Нет, конечно, ты можешь сказать, что здесь всё по-разному, но тем не менее. А если это абстракция с пертовыми чернилами, то это один день, пару часов, поскольку это быстрая техника. Если это масло и большой холст, то это может занимать несколько недель. Москва сколько заняла? Москву я закончила, наверное, за пару дней, потому что там несколько слоёв, которые должны высохнуть. То есть время чисто для того, чтобы высохнуть, да? А так бы ты могла её закончить раньше? Ну, надо отдохнуть, поймать новую волну вдохновения, настроиться. В среднем где-то неделя на картину уходит масло. У тебя есть канал в Телеграме, ВКонтакте, другие социальные сети. Я видел там некоторые, не только фотографии твоих картин, профессиональные, хорошие, но и какие-то видеоролики. Например, очень понравилось, где ты стоишь, тебе какое-то видео снимает, где ты очень быстро пишешь картину. Это что было? Это показания техники, написание картины. Для чего вот это? Это творческая съёмка. Это элемент, наверное, моего артистизма какого-то. И хотелось бы показать творческий процесс, как я это делаю. А, вот так. Скажи, пожалуйста. Ну, я думаю, ты знаешь такую историю про Сальвадора Далим. Он представлялся очень таким творческим, сумасшедшим, который производил впечатление своим поведением. Но люди, которые его знали очень близко, говорили, что он был очень спокойный и тихий человек. И когда он писал картины в своей студии, он терпеть не мог, чтобы кто-то захотел, потому что он был очень сосредоточен. И он был, как тебе сказать, нормальным. Я слышала такой факт. Плюс, я там слышал, просто ты приводила пример разных художников в своих постах. Потому что тот же Ван Гог, например, уважаемый зритель, всё-таки он не продал одну картину за свою жизнь, а всё-таки их было намного больше. Ну и много таких моментов. Если вы начнёте изучать историю, биографию художников, вы с этим столкнётесь. Так вот, к чему я это говорю. А где ты пишешь картины? Ну, не дома же? Студия? Я пишу картины, бывает дома, бывает в студии. Которую ты арендуешь или она твоя собственная? Я арендую студии, причём разные. Например, для спиртовых чернил я арендую другую студию. Потому что приходится работать в респираторе, очень сильные запахи от спирта. Поэтому дома невозможно это всё проветривать. Для этого нужна студия. Ну, если это небольшая картина, иногда и дома можно представить. У меня всегда есть мольверт, краски. То есть ты и дома, получается, можешь, да? А когда ты один на один с холстом? Анна Горбенко, это кто? Это кисть. Это кисть. Я погружаюсь полностью в процесс. Я отключаюсь от внешнего мира. И три или пять часов я полностью растворяюсь в предмете того, что я пишу. Три любимых художника? Их гораздо больше. Ну, хотя бы. Пусть будет Мане. Вот так. Да, я люблю импрессионистов. Я люблю Иван Шульц. Есть такой русский писатель, который был долгое время забыт. Писатель? Художник. Художник. Я думаю, может быть, он был и писателем, я не знаю. Художник Иван Шульц. Он был придворный художник в царские времена, но потом уехал в Америку, был там очень известный. И только сейчас его популярность возвращается. Вообще считается, что это мастер света. У него потрясающие картины, которые светятся изнутри. Ничего себе. И третий художник – это Куинджи. Кстати, Куинджи тоже был самоучка. Когда он однажды пришел учиться у Айвазовского, Айвазовский доверил ему разукрашивать забор. И так вот он стал своим путем, стал мастером цвета. Мастером цвета. А ты собираешь, получается, вот такие удивительные, большие истории про таких великих художников? Я, во-первых, смотрела фильмы про художников, какие-то факты я запоминаю. Ты читаешь, да? Да, мне очень понравился музей в Малаге Пикассо. Пикассо люблю. Пикассо, кубизм, да. Вот я тебя затронул с Альвадора Дали. В Манеж приезжала выставка. Да. Атомная галла еще была выставка в прошлом году в Петербурге. Я просто тоже это все посещал. Не было возможности? Я была на выставке с Альвадора Дали. Вообще все, что в Москве происходит, я посещаю. Так. Но в Питер по возможности. Но если за границу, то обязательно тоже посещаю художественный, живописный музей. Как относишься к творчеству Кандинского? Кандинский... Простота. Модернизм, простота. Вот, кстати, сейчас развивается направление сейерсизм. Да, хотел спросить. Так, что это? Это новая философия и новое движение художников, автора которой является Сергей Дождь. Так. И он создает концепцию для понимания абстрактного искусства. То есть, когда мы приходим в музей современного искусства, мы же не всегда понимаем, о чем картина. Ну, естественно. И яркие представители как раз-таки модернизма, это Кандинский и Малевич, все мы знаем. Они часто используют в своих картинах формы, фигуры. Да, геометрические всякие, да, да, да. И, собственно, Сергей Дождь говорит о том, что предлагает концепцию понимания, как понять, о чем картина. То есть, он предлагает ввести такие понятия, что квадрат – это мысль, круг – это эмоция, и треугольник – это интуиция. И это облегчает понимание, так скажем. Вот это сейчас... То есть, вот такая концепция, да? То есть, это читать картину, читать картину. Читать картину. Что хотел бы еще подсветить по поводу участия тебя в разных выставах. Как довольно много. Ты пишешь три выставки в копилку в 21-м году. Марафон искусств. Роман Авдвор, ты сегодня об этом говорила. Российская неделя искусства, два призовых места. Творческое пространство, арт-плей. Правильно? То есть, я все... Выставка «Портрет животного», Треховская галерея на Крымском валу, картина «Лев, царь, второе место». Раскрепощение, женский образ галереи «Дрезден». И очень много, уважаемых зрителей, тех, я бы назвал, арт-пространств, где ты принимаешь участие. Мы уже потихоньку движемся к нашим традициям нашей программы. Скажи, пожалуйста, честно, твое мнение с Synergy Art Forum. Мне безумно понравился этот форум. Я знаю, что вы были организатором Synergy Art Forum. Я получила огромное удовольствие присутствовать на этом форуме. Огромное. Во-первых, это был Манеж. Было очень много спикеров интересных, арт-объектов. Я даже помню, я принимала участие в мастер-классах. Поэтому классное мероприятие. Я всем рекомендую посещать. Я, насколько знаю, оно каждый год проходит. Каждый год, да. Поэтому я с удовольствием еще приду. Анна, а была ли у тебя идея взять и провести тот же форум, круглый стол, семинар, конференцию про искусство? Пока у меня была только моя персональная выставка. В будущем, на самом деле, у меня очень много идей, как развиваться. Есть идеи бизнеса, которые я хочу, возможно, реализовать в будущем, связанных с искусством. Поэтому, да, такие мысли есть. Давай назовем, что наша съемка проходит в возрасте Иисуса Христа твоего. За твоей спиной модельное агентство, музыкальная школа. Десять лет в банковской сфере. Сегодня у тебя, вот, ты сосредоточен на творчестве по картинам. Я так понимаю, что, наверное, оно и будет сопровождать тебе всю твою жизнь, но у тебя есть какие-нибудь и другие определенные перспективы, может быть, в государственном секторе. Я так понимаю, что тайны ты раскрывать не будешь, но мы будем от тебя ждать. Правильно? Да, пусть это будет маленьким секретом. И мы тебя можем увидеть в другом амплуа? Да, возможно. Мои подписчики и те, кто наблюдает за моим творчеством, узнают об этом чуть позже. Хорошо. Последний пост от 5 мая этого года. Совсем свежий, коротко. Мужчине нужна опасность и игра, именно поэтому нужна женщина. К чему это? Я думаю, что на это нужно еще записать одно интервью. На эту тему мы можем долго рассуждать. Это, наверное, о свободе, о том, что нужно быть разным. Нужно быть разным. Да. Ну, хорошо. Итак, первая традиция. Блиц вопрос от ведущего, но первая часть это игра. Выбрать одно из двух. Итак, море или горы? Море. Ревность или безразличие? Безразличие. Сон или прогулка? Прогулка. Книга или интернет? Книга. Любимая работа или высокооплачиваемая? Любимая. Быть успешным или быть счастливым? Быть счастливым. По возможности, отвечаешь коротко и считаешь, что вопрос нужно раскрыть. Раскрывай. Какое изобретение, по твоему мнению, было самым важным для человечества? Надо подумать. Мне кажется, все изобретения достаточно важны. Какое-то одно. Какое-то одно. Пусть будет электричество. Электричество. Как называется последняя прочитанная тобою книга? Я прочитала очень интересную книгу «Гений Драйзера». Кстати, была удивлена, что это книга про художника. Тоже рекомендую. Теодор Драйзер. Да, я очень люблю Теодора Драйзера. Знаю его по трилогии «Желания финансистов» Танин Стоек. Это один из моих любимых авторов. И вот кто интересуется живописью, рекомендую почитать «Гений». Потрясающая книга. Кем ты видишь себя в будущем? Деятелем искусства и, возможно, бизнесменом. О чем ты мечтаешь? У меня очень много различных мечт. Мечтаю самореализоваться. Закончи предложение. Быть Анной Горбенко для меня это? Дарить яркие эмоции, украшать этот мир. Дарить прекрасно. Анна, спасибо тебе большое за то, что пришла. Наша программа имеет честь наградить тебя вот такой грамотой. Мы награждаем нашу гостю Анну Горбенко за очень творческое и активное участие в программе «Совет». Спасибо тебе большое. Это тебе на память. Очень приятно. У меня также есть подарок для тебя. Ой, спасибо большое. Я очень люблю дарить подарки. Не любишь? Люблю. Поэтому сегодня я пришла именно с подарком. Это одна из моих картин, тоже написанная мастихином. Называется «Буйство красок». Ух как, спасибо большое, Анна. Ой, спасибо огромное. Посмотрите, уважаемые зрители. Пусть жизнь будет ярче во всех проявлениях. Это «Буйство красок» наполняет каждый день яркими. Ну, у нас буйная же, хорошая, яркая же программа. Поэтому такая же, как картина. Анна, спасибо большое. И наш университет «Синергия» никого не оставляет без подарков. Этот пакетик с подарочками тебе на память. Благодарю. Посещай наш университет и «Синергия Арт Форум». Совет от гостей на программе «Свет для наших зрителей». Прошу вас. Верить в себя. И я считаю, что что излучаешь, то и получаешь. Поэтому надо как-то настраиваться на позитив и творить. Ну, вот такой совет от нашей уважаемой гости. Ну, и традиционно завершая нашу программу цитатой, высказыванием или точкой зрения. «Если вы слышите внутри себя голос, который говорит, ты не умеешь рисовать, то рисуй во что бы то ни стало, и этот голос будет заставлен замолчать». Винцент Ван Гог. Подумайте об этом и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова